Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в 54-й сессии Народного собрания. Основным докладчиком перед парламентариями выступил министр внутренних дел Республики Владимир Нефёдов, на что обратил внимание руководитель правоохранительной службы и какие ещё вопросы были рассмотрены в сюжете Артуром Кце. Начало внеочередной сессии регионального парламента было посвящено памяти жертв теракта в подмосковном Крокус-Сити, после чего перед руководством Карачаева-Черкесии депутатами выступил министр внутренних дел Республики Владимир Нефёдов. К слову, для него это первый подобный отчёт в должности министра. Начал руководитель ведомства с рассказа о работе стражей порядка во время выборов президента России. Затем он привёл статистические данные по разным видам правонарушений за 2023 год. Профессионализм сотрудникам нашего министерства и принятые комплексные меры позволили сдержать криминальную активность. В этом году зарегистрировано 4456 преступлений. Произошло снижение преступлений средней и небольшой тяжести. Меньше совершено изнасилований, краж, грабежей, разбойных нападений, хулиганств, угонов автотранспортных средств, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотиков. В то же время возросло количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью, умышленных убийств, мошенничеств, в том числе в сфере IT. Более детально остановился руководитель ведомства на преступлениях в сфере высоких технологий и необходимости информирования населения о том, какие методы применяют злоумышленники. Коснулся Владимир Нефёдов и преступлений, связанных с бездомными животными и домашней живностью, которая по вине хозяев становится причиной дорожных происшествий. В завершение министр попросил депутатов обратить внимание на усовершенствование системы фиксации нарушений на улицах. Глава Карачаева-Черкесии поблагодарил докладчика за подробный отчёт и заметное улучшение работы ведомства по многим направлениям, рекомендовал ещё больше внимания уделять профилактике и раскрытию преступлений, а также согласился с необходимостью обновления системы наблюдения. В апреле завершает работу нынешний состав региональной общественной палаты. И депутатам Народного собрания предстояло утвердить 12 из 24 общественников. Характеристики на каждого кандидата были представлены парламентарием для ознакомления. В конце апреля, в начале мая приступит к своей работе пятый созыв общественной палаты Карачаева-Черкесской республики. Мы надеемся, что члены общественной палаты, которых изберут в пятый созыв, будут такими же энергичными, активными, неравнодушными гражданами. Ещё дюжину общественников ранее утвердил глава республики. Артур Махце, Али Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия.